В среду состоялось заседание рабочей группы по развитию в регионе малого и среднего предпринимательства. Ситуация в этой сфере сейчас неутешительна. После того, как с декабря прошлого года вдвое увеличилась сумма страховых выплат, взимаемых с предпринимателей, многие из них предпочли сдать свидетельство и тем самым официально закончить свою деятельность. За прошедшие два месяца мы видим, что, например, в Ивановской области 1700 предпринимателей сдало свидетельство о регистрации. На сегодняшний день из них по городу Иваново 1311 предприниматель закончил свою деятельность. То есть это в процентах почти 6% от индивидуальных предпринимателей перестало исполнять свою предпринимательскую деятельность. И так не только в Иванове. В целом по стране свидетельство сдали уже более 208 тысяч предпринимателей. В основном это провинциальные бизнесмены. 35 тысяч рублей страховых выплат – ничто для хозяина крупного торгового центра. А вот держатель розничного ларька сильно бьет по карману. Поэтому предприниматели уходят в тень и работают подпольно. А значит, государство налогов от них не получит. Единственный вариант – добиться дифференцированного подхода к бизнесменам. Но тут уже возникает другой вопрос. Как обосновать эту необходимость перед федеральным законодательством? То заключение, которое вы делаете, любой экономист может нам с вами сделать. Что если мы завысили налоги, мы соответствующим образом предпринимателя загоняем в тень, кого-то из предпринимательской деятельности выгоняем и прочее. Но я вот вам задаю вопрос. Как нам с вами решить? Вот это люди, которые ушли. Они, может быть, не вели предпринимательскую деятельность. И новое налоговое законодательство их вынудило ее закрыть. Или у нас с вами есть какие-то данные, что это не так. А пока руководство региона рассматривает возможность обращения с инициативой в высший законодательный орган страны, простые предприниматели, что называется, голосуют ногами. Число их продолжает уменьшаться. Единственный выход, по мнению бизнесменов, пересмотреть размер страховых выплат. В зависимости от годового дохода каждого предпринимателя.